Когда у супруги поднимается давление, житель Бирска Анатолий Алексеев помогает ей как может. Вызывает службу 03, приносит необходимые таблетки и вместе с ней ждет медиков. Обычно по полчаса, рассказывают пенсионеры. Ситуация не меняется уже несколько лет. Мы ждали 30 минут. Мне плохо очень было. А женщина приехала, которая со скорой помощью, и сказала мне, у нас нуждающих много, а вы вызываете. Я говорю, ну мне тоже плохо ведь. Я тоже не хочу умирать. Не то, что там мы сидим, допустим, чай пьем. Нет, такого нет. Если вызов поступил, мы едем. Но при этом, как рассказывает диспетчер скорой медицинской помощи Наталья Нухимзон, она обязана определить, на какой вызов медики отправятся в первую очередь. Такими могут стать массовые катастрофы, отравления, падения с высоты, производственные травмы и другие происшествия. Тем, у кого, к примеру, жалобы на головные боли или слабость, придется ждать. Бывают задержки, потому что есть вот сейчас пик вызовов. Вот вечером особенно поступают вызовы один за другим. Я просто не успеваю их даже записывать. А их нужно обслужить и обслужить качественно. Мы и ЭКГ снимаем, и сахар измеряем крови. Поэтому где-то 30-40 минут уходит на вызов. И если вот поступает один за одним, то задержки есть. Кроме того, в таких задержках скорой помощи сами медики винят многочисленные ДТП на трассах Бирского района. На место ЧП, по их словам, обязаны выехать два из пяти имеющихся в парке отделения скорой помощи реанимобиля. Обслужить город, в котором проживает около 62 тысяч человек, оставшиеся три кареты скорой помощи, быстро, просто не в состоянии. Недавно было у нас массовое ДТП. В этом случае задержка уже обоснована. Мы объясняем больным, что есть такая возможность. Советы даем, чтобы до приезда скорой помощи оказались самостоятельной помощью. Но это не говорит о том, что больной в крайне тяжелом состоянии или все прочее. Мы любую возможность используем и выезжаем на вызов. Как нам заявили в отделении скорой медицинской помощи города Бирска, до конца этого года здесь появятся еще три реанимобиля. Причем один из них прибудет уже через месяц. Однако на общее количество карет скорой помощи это не повлияет. Новые автомобили всего лишь заменят те, срок службы которых уже вышел. Эта сложная ситуация в Бирске изменится, если реанимобилей будет больше, так говорят специалисты. Пенсионерка Левтина Мухаммедова надеется, что это все-таки произойдет. И медики смогут оказывать одинаково скорую помощь и тяжелым пациентам, и тем, чья боль по больничным стандартам не считается экстренной. Мне бы хотелось. Всем людям помогали. Екатерина Тимиряева, Дан Хамитов, Башкирское спутниковое телевидение, город Бирск.